Здравствуйте! В эфире Курчатова программа «Страна Росатом». Росатом изготовил топливо для первой наземной атомной станции малой мощности. Такие станции планируют строить в удаленных труднодоступных местах, где нет централизованного энергоснабжения. Но при этом требуется большое количество электричества. Опытную сборку ядерного топлива для первой в новой истории России АЭС малой мощности изготовили специалисты Эли Маша. Разработали на другом предприятии, в ней неорганических материалов. В НИНЭМ активно участвовал в разработке как теплоуделяющих элементов, так и поглощающих элементов. АМАЖ-завод непосредственно изготавливал и испытывал, поэтому опыт огромный. Станция будет построена в Ястьянском районе Якутии, где расположено масштабное золото-рудное месторождение Кючус, самое крупное из неосвоенных в России. В состав атомной станции малой мощности войдет реакторная установка «Ритм-200Н», где индекс «Н» означает «наземная». Она является модифицированным вариантом реакторной установки «Ритм-200», которая стоит на ледоколах типа «Арктика». Задача, которая стоит перед новыми установками типа «Ритм-200М» наземными и морскими – увеличить ресурс активной зоны, так как в отличие от ВВР-наземных активная зона там перегружается целиком. Поэтому на Ломоносове ресурс у нее три года. Задача для новых установок все-таки существенно увеличить данный показатель. Построить АЭС малой мощности в республике Сахам планируют уже к 2028 году. Установленная мощность станции будет равна 55 мегаватт. При этом срок эксплуатации незаменяемого оборудования должен составить 60 лет. Параллельно с разработкой топлива и проектированием станции «Росатом» активно работает и с людьми. Представители общественности Якутии на прошлой неделе приезжали на действующий объект «Нововоронежскую АЭС» и лично оценили безопасность атомных технологий. А ранее летом они посетили в НИИ атомных станций и побывали в учебно-тренировочном центре по подготовке персонала для АЭС. Энергетика – это путь к развитию. Без энергетики, тем более в Арктике, никакого развития быть не может, и экономического, и социального. Я думаю, что это принесет большие выгоды как республике, так и всему населению. И я считаю, что это не только занятость, не только экономические какие-то приобретения, но и также развитие науки, развитие техники – это шаг вперед, и это всегда полезно. «Росатом» обладает сегодня широкой линейкой станций малой мощности, в том числе с реакторами будущего четвертого поколения. «Брест-УД-300» мощностью 300 мегаватт, который строится сейчас в Северске. Все испытывают гордость, все рады, что будет энергия, будет безотходное производство. Еще два проекта связаны с плавучими энергоблоками. Напомню, в 2019 году первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась у берегов Чукотки. Положив начало малой энергетики. Сейчас она обеспечивает город Певек электричеством и теплом. Каждая вторая лампочка на Чукотке горит благодаря Академику Ломоносову. Но чистая энергия нужна Северу и для крупных промышленных объектов. На Чукотке самое большое неосвоенное месторождение меди. Для Баимского горно-обогатительного комбината «Росатом» создаст 4 модернизированных плав энергоблока для обеспечения примерно 320 мегаватт мощности. Нужно построить три плав энергоблока, которые должны постоянно работать, и четвертый, который будет ходить по кругу и заменять работающий на работы, связанные с перезагрузкой топлива и на обслуживание корпуса самого судна. Основой еще одной электростанции станет реакторная установка «Ритм-400», способная выдать до 200 мегаватт. Рамочное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу подписали «Росатом» и «Глобалтек» на Восточном экономическом форуме. Это проект якутского СПГ. Здесь заказчику нужно около 800 мегаватт. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать плавочку с реактором «Ритм-400». Неоспоримыми преимуществами АЭС малой мощности является невысокая и предсказуемая на десятилетия вперед цена на электроэнергию и отсутствие выбросов СО2. Другим темам. В Екатеринбурге состоялся национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hightech. Главный приз – 1 миллион рублей – получила команда дивизиона «Росатома РАОС» в компетенции «Инженерное проектирование». Еще 1 миллион рублей достался тренерам-экспертам команды победителей. Всего в соревнованиях участвовали 42 крупнейших отечественных компаний института. Также сборная «Росатома» стала первой по количеству золотых медалей. Далее – краткий видеообзор других новостей «Росатома». Получена лицензия на строительство четвертого энергоблока, строящегося в Турции АЭС «АКУ». Теперь можно приступить к строительно-монтажным работам на блоке. Кстати, на сегодняшний день «АКУ» – это крупнейшая атомная стройка мира, где одновременно сооружаются четыре энергоблока с реакторами ВВР-1200 поколения 3+. Предприятия «Росатома» загружены изготовлением уникального оборудования для нашей атомной электростанции. Доставляются на площадку строго по графику и сразу после прохождения процедуры входного контроля идут в монтаж. «Росатом» подписал кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Подписание состоялось в Москве на международном форуме «Этика искусственного интеллекта. Начало доверия». Кодекс состоит из 33 пунктов, в которых закреплены базовые принципы жизни в новой реальности, в которой человек окружен роботами. В Волгодонске приступили к сборке полукорпуса реактора для индийской атомной станции «Кудан-Кулам». В ходе операции будут собраны две обечайки и фланец. Особенности сборки заключаются в том, что все детали необходимо выставить относительно друг друга с допуском в полмиллиметра. После сборки полукорпуса специалисты приступят к автоматической сварке кольцевых швов. Подземный рудник номер 8 Приоргунского производственного горно-химического объединения выдал на гора миллионный кубометр горной массы. Запуск и эксплуатацию этого рудника на месторождении «Юг-Юбилейное» состоялся 9 лет назад. Предприятие ППГХО является городообразующим предприятием города Краснокаменска и одним из крупнейших уронодобывающих предприятий в мире. Росатом готовит к запуску первую в стране национальную информационную систему обращения с отходами первого и второго классов опасности. Круглый стол по этой теме состоялся в Совете Федерации. Система позволит вести учет и контролировать весь жизненный цикл самых опасных видов отходов. Это и транспортировка, и хранение, и переработка, и обезвреживание. С момента их образования и до полной утилизации. Введение данной системы позволит исключить дальнейшее накопление отходов первого и второго классов, что позволит в дальнейшем не увеличить накопленный экологический вред, который мы сегодня знаем, когда значительные территории, зачастую примыкающие к населенным пунктам, оказываются заражены в результате вот такого безответственного обращения с отходами первого и второго класса. В России, по оценкам экспертов, ежегодно образуется до 400 тысяч тонн отходов первого и второго классов. Разобраться с этой проблемой государство поручило Росатому. Причем мы отвечаем не только за создание системы по обращению с ними, но и создаем инфраструктуру, экотехнопарки, где эти отходы будут перерабатывать. На прошлой неделе впервые за все время эпидемии ежедневное число заболевших превысило 40 тысяч человек. Если смотреть на количество привившихся, а вакцинация – это единственная гарантия тяжелого течения болезни, то вот как выглядят цифры по России, атомным городам и предприятиям атомной отрасли. Количество привитых работников по отрасли составляет в среднем 81%. В стране эта цифра равна 37%, а в атомных городах чуть лучше – 47%. Но это все еще далеко от целевого показателя 60%. Поэтому атомградам сегодня особое внимание. Вот что сказал в своем обращении к отрасли по поводу новой волны ковида глава Росатома Алексей Лихачев. Сейчас мы все усилия направляем на расширение вакцинирования в атомных городах. Прежде всего это ЗАТО и Наукограды. К сожалению, пока только в Ново-Воронеже, Десногорске, Курчатове, Полярных Зорях, Удомле, Берибино и Свердловском Заречном уровень вакцинации составляет целевые 60%. В других городах, в том числе в ЗАТО, уровень заметно ниже. Это обращение было записано 29 октября. А полностью его можно посмотреть в социальных сетях Росатома. Проект Росатома «Атом для людей» получил высшую награду на международном творческом конкурсе Markcom Awards. Конкурс отмечают выдающиеся достижения профессионалов в области маркетинга и коммуникации. Ежегодно в нем участвуют 6,5 тысяч работ со всего мира. «Атом для людей» – это проект Росатома, в котором обычные люди со всего мира рассказывают истории о том, как ядерная энергия меняет их жизнь. А теперь о победе в личном зачете. Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом», во второй раз признана лучшим директором по персоналу в стране на премии «Топ-1000 российских менеджеров». Премия организована Ассоциацией менеджеров и издательским домом «Коммерсант» и является самой авторитетной наградой в области HR в стране. Первую русскую свадьбу сыграли на строящейся АЭС Рупур в Бангладеш. Мой коллега Юрий Афров во время командировки пообщался с молодоженами. Это было невероятно на самом деле, потому что я никогда не думала, что я встречу свою судьбу так далеко от дома за 9 тысяч километров. И то, что я выйду здесь замуж, это что-то невероятное. Увидеть городок Грин-Сити, где живут молодожены и все работники строящейся АЭС Рупур, вы сможете в нашем следующем выпуске. А пока предлагаю отправиться в другое путешествие – в Санкт-Петербург, на Балтийский завод. Далее рубрика «Путешествие». В этот раз моя коллега Рита Сутягина побывала в Санкт-Петербурге, на заводе, где создают ледоколы «Росатома». Восхитилась местными цехами, погуляла по ледоколу «Сибирь» и узнала, как там все устроено. Вот что за милота! Такие часики милые! Привет, друзья! Мы в Санкт-Петербурге, и сегодня наше путешествие привело нас на Балтийский завод. Это место, где создаются ледоколы «Росатома». Пускайте меня! Нам разрешили попасть на борт ледокола «Сибирь». Здравствуйте! Здравствуйте! Это краской так пахнет, да? Да, вот так. Красиво здесь! Это вот машинное отделение как раз? Да, у нас непосредственно сами две турбины. Турбина вращает два генератора. Генераторы вырабатывают электроэнергию, и эта электроэнергия поступает либо на первый, главный распределительный щит, либо на второй. Вот можно заблудиться. Да, на заказе сколько у нас? 1377 помещений. Сейчас будет очень красиво. Что вообще сейчас происходит на Балтийском заводе? Здесь создаются самые большие и мощные ледоколы проекта 22220. Это у нас будет Арктика, Сибирь, на которой мы находимся, Урала, еще Якутия и Чукотка. Эти ледоколы нужны для проводки судов по Северному морскому пути и для проведения экспедиции в Арктике. Ледоколы проекта 22220 имеют корпус длиной почти 174 метра. Полное водоизмещение судна 33,5 тысячи тонн. Ледоколы оснащены двумя реакторными установками «Ритм-200» тепловой мощностью по 175 мегаватт каждая. Общая мощность на винтах – 60 мегаватт. Способны развивать скорость до 22 узлов и преодолевать льды толщиной до 3 метров. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. О других событиях атомной отрасли расскажем в нашем следующем выпуске. Далее вас ждет рубрика «Лица Росатома». Эффективность. Единая команда. Уважение. Ответственность за результат. Безопасность. Наш шаг впереди. Ценности «Росатома». Первый раз отец привел меня в тир в 7 лет. С тех пор я увлекся спортивной стрельбой и регулярно участвовал в соревнованиях. Мне нравится неторопливая, вдумчивая работа с оружием. Помогает это и в работе. Ты учишься концентрироваться и делать свою работу хорошо. На 100%. Меня зовут Игорь Зотов. Я ведущий инженер-конструктора ОКБМ «Африкант». Герой нашего очерка трудится в отделе расчета динамики и курирования автоматики. Его основная задача – организация и контроль работ на стенде виртуальных ядерных энергетических установок. Мы здесь делаем математические модели всех тех ЕАИУ, где стоит реактор разработки ОКБМ. Мы здесь проектируем, мы здесь делаем их математическую модель, которая позволяет проводить все режимы, которые проводятся на реальном объекте. Это виртуальный пульт управления реакторной установкой РИТМ-200. Вот эти первые пять стоек. Здесь вот можно порегулировать, например, заданную мощность реактора просто с помощью перемещения ползунка и нажатия кнопки «Исполнение». Попробуйте. Насколько можно ее поднять? Ну, сейчас ограничений мощности нет, вплоть до 100. На 70 оставить? Да, и нажать кнопочку. Вот, ввелось задание, сейчас зелененькая побежит до желтенькой. А что где изменится? Будет изменяться расход питательной воды вот на этом показывающем приборе. Будет изменяться мощность реактора. Ну и на этом видеокадре мы тоже увидим изменение мощности и, возможно, какие-то корректирующие воздействия от органов управления. Но на самом деле проходит все на саморегулировании. Наша модель, она применяется на этапе проектирования, изготовления и эксплуатации. Мы можем предсказать поведение некоторых систем, например, или даже изменить оборудование. То есть, если возникает какой-то вопрос, а подойдет тот или иной насос, например, для этой гидравлической сети, для этой системы труб, мы можем посчитать, сказать, напора насоса не хватит или хватит. И посчитать это не только в неком статическом одном режиме, но и посчитать, как это будет в динамике, то есть в различных переходных режимах, режимах включения-отключения, включения резервных насосов. Да, конечно, можно взять любое оборудование с запасом, но любое оборудование с запасом – это масса, габариты, ну и, естественно, деньги. А когда мы стараемся подобрать оборудование под конкретные задачи, то, конечно, вопросы расчетов и динамических расчетов в том числе встают достаточно остро. И наша работа востребована, задач много такого рода перед нами сейчас встают. Игорь Зотов – продолжатель династии инженеров. Его дед преподавал в техническом университете на кафедре технологии машиностроения. Отец занимался разработкой парогенераторов для ядерных энергоустановок. Сам Игорь закончил радиофизический факультет по специальности «Безопасность информационных систем и каналов» и сейчас применяет полученные знания на практике, создавая математические модели действующих и проектируемых реакторных установок. Я перфункционист по натуре, я не фонтанирую идеями, зато я прекрасно довожу какой-то продукт до идеального состояния. Мне нравится это. Мне нравится, чтобы каждый переключатель был на своем месте, каждая лампочка зажигалась тогда, когда я должна. Но алгоритм работал идеально. Поэтому мне очень нравится то, чем я занимаюсь – модели, алгоритмы. Я люблю вот это все из блоков собрать и заставить это работать. Игорь – один из тех, кто придумал и воплотил в железо стенд виртуальных ядерных энергетических установок. Эта работа в совокупности с тематическими публикациями и участием в научных конференциях помогла ему стать лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года», а также достаточно быстро вырасти из молодого специалиста в ведущего инженера-конструктора. У меня есть внутренняя потребность, внутренняя потребность развиваться. То есть, когда я не узнаю чего-то нового, неважно, в профессиональной среде или вне ее, ну, я, скажем так, закисаю как-то, и жить становится неинтересно. Поэтому я для себя понял, что всегда нужно что-то развиваться, узнавать. И работая здесь 10-9 лет, я не скажу, что я знаю все. Я каждый день узнаю что-то новое от своих коллег, от коллег из других организаций. И меня это зажигает как-то, то, что вот новые знания, новые умения. И поэтому каждый новый проект, он интересен. Потому что каждый новый проект, он отличается от предыдущего. Ты будешь делать что-то по-другому, ты будешь делать что-то лучше. Сегодня Игорь принимает участие в создании математических моделей реакторных установок ледокола «Лидер» и плавучих энергоблоков. В перспективе разработка цифрового двойника высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Но чем бы ни занимался наш герой, он всегда остается верен выбранному им жизненному принципу. Нужно честно выполнять свою работу и оставаться честным с самим собой и со своим окружением. Не надо врать и обманывать. Вот такой у меня принцип. Я врать не умею и стараюсь этого никогда не делать. Мне кажется, в «Росатоме» вообще очень честно люди относятся к своей работе. Потому что у нас большая ответственность. Это безопасность реакторов, безопасность станций, безопасность ледоколов, объектов, которые мы строим. Это безопасность людей прежде всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова